Спуск без парашюта отрабатывают специалисты МЧС Хакасии и других регионов Сибири на специальных учениях, которые стартовали в Абакане. Зачем необходим такой навык и какие риски он таит, узнал Александр Дьяконов. Погода сегодня добавила антуража тренировки, задачу которой и без того требует максимальной собранности усложнил порывистый ветер, но это лишь сыграло в плюс. Именно в таких условиях, а порой еще и в более сложных, спасателям приходится спешить на помощь людям. Спуск на открытую площадку со стороны выглядит довольно просто. Чтобы оказаться на земле, сотрудникам МЧС требуются считанные секунды. Но в реальной жизни ситуации бывают разные и уж точно такую ровную поверхность найти удается редко. Приходилось спускаться на скалы, на лес, на воду, на какие-то конструкции металлические. Там самое сложное это приземление, потому что площадка, как правило, ограниченная, а воздушное судно имеет какой-то люфт, и десантник может не попасть именно туда, куда надо. Навыки беспарашютного десантирования нужно довести до автоматизма, поэтому тренировки продлятся несколько дней. Каждый в команде, будь то опытный спасатель или новичок, должен на зубок знать порядок действий. Вертолет находится на высоте примерно 30 метров. Задача каждого спасателя, используя веревку и спусковое устройство, добраться до земли, после чего отдается вот такая вот команда. Она означает, что упражнение выполнено, после чего спасатели меняются местами. Один из них занимает место страхующего в то время, когда следующий спасатель начинает выполнять упражнение. Пройти ежегодную аттестацию в Хакасию съехали спасатели из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской области и соседней республики Тыва. Всего 40 человек. Это учения совместные, так как подразделениям приходится нередко работать вместе. Главный момент – это выработать у спасателей устойчивую тенденцию к варианту, связанному со спуском с борта вертолета, то есть преодолеть предел боязни. И главное, чтобы при приземлении на землю спасатель уже был готов для дальнейшей своей работы по ликвидации той или иной ситуации. А такие ситуации возникают в Хакасии ежегодно. Это и весенний паводок, и пожары, и эвакуация туристов в горах. Поэтому получение новых знаний скорее необходимость, особенно когда идет речь о спасении людей. Александр Дьяконов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.